всем доброе доброе утро вчера была у меня пересадка этих прекрасных орхидей ночь они простояли все у них в порядке но одна ночь это не играет роли конечно но все равно очень красиво а сегодня будем говорить о других реанимашках это я купила себе реанимашку она полностью в магазине вывалилась из горшка корневая чуть-чуть там дряхленькая была но это была каменная роза она цвела и вот она пустила ответвление и продолжает цвести я решила ее спасти лист у нее твердый тургор хороший я ее посадила вниз перлит насыпала и сверху мхом обложила просто таким живым мхом из лесу и она вроде бы неделю стоит но неожиданно для меня я увидела здесь какую-то жидкость испугалась сейчас покажу серединке думаю все . роста загнила и что делать выбросить жалко наверное действительно она загнила видите чернота какая я в эту жидкость быстренько спончик свернула туда вставила она ночь простояла все вымокла ну впиталась но точку роста наверно ждать не будем но она сухое осталось я ничего пока не буду буду смотреть наблюдать на ней если начнет подгнивать дальше вот сам стволик вроде бы нормальный ну реанимашка на есть реанимашка корневая паршивая веламен вон пустой мягкий одни тяжи ну хочу надеяться на лучшее все паршивые но пока лист твердый все у него в порядке буду продолжать наблюдать за этой каменной розой потому что она очень красивая все знают как она цветет пусть здесь стоит у меня пока я буду за ней наблюдать а сегодня я вам покажу хочу раскопать вот эту деточку и посмотреть что у нее там внутри другой мох я поменяю потому что водичка черная становится по суше мог сделаем так на ваших глазах достаю эту реанимашку посмотрим что с ней это я вчера добавила воды поэтому мох мокрый вот один корешочек и вот такая вот красотулечка на конце конечно он зелененький а здесь нет ну стволик смотрите без никаких черных пятен и и нужно повыше немного посадить все у нее в порядке эту водичку я сколосну вылью в этот же стаканчик мыть его не буду только мох возьму другой по суше вот у меня мох я его горшочки выращивала вот он зелененький зелененький ведь свеженький хорошенький я его вот так достаю весь обмотаю эту орхидеечку таким образом серединку положу ее корешочек стаканчик так и выращиваю свои орхидеечки все я и немножечко повыше сделала а корни корешочек этот длинненький так и будет водичкой питаться мог я мочить не буду сбоку вот так легонечко пролью чтобы внизу была вода постоянно вода этот мох я заменила так как я вчера поменяла воду она была черная поменяла воду и он сильно мокрый этот мох я не выбрасываю я его в горшочек поставлю просто вот так уложу и он себе сам прорастет вынесу на улицу и где там живой вот зелененький останется мох он обязательно прорастет это хорошее так с этим с этой орхидейка мы закончили можно ее тоже убрать в сторону эту орхидейку которых в перлит я посадила ее обратно там два корня зелененьких на конце ничего нет я просто ее оставила как эксперимент посмотрю что будет дальше потернеет корни или не потернеет это все наблюдается я ее даже на свет не ставлю просто на полочку маленькую а сегодня у меня новый эксперимент я купила вот такую орхидейку еще на новый год и она посмотрите корней в горшочке вообще не имеет я решила над ней устроить эксперимент но здесь воздушные корни есть столик не гнилой сейчас я покажу какого она цвета сейчас включу вспышку фонарик и покажу какого она цвета я смотрите какая она красиво ли цветочек плотный восковой очень красиво похоже на каменную розу но это либо черная жемчужина потому что первые цветы были вообще без белого темные темные вот такие вот вот как здесь а это уже цветочки отцветают много было бутончика вот на конце еще будет бутончик вот здесь вот будет бутончик все покажу вот вот я решила над ней сделать эксперимент так как корней все равно нет я решила ее посадить пеностекло все садят а чего мне не попробовать как она будет расти в нем понятия не имею ее я купила вот магазин называется земля x это не реклама просто вам покажу и они упаковали у себя пеностекло это пеностекло стоит в этот пакет 63 гривны как она будет в нем себя чувствовать я считаю боюсь я сажать сюда попробуем эксперимент есть эксперимент вынимаю свою орхидеи из горшочка и смотрим на корневую систему все в ужасно мокром состоянии торфяной стаканчик срочно убрать ведь под ним какое гнилье еще чтобы чуть-чуть я ее оставила и ей бы капец пришел этой орхидей она уже начала показывать что корневая вокруг вся отмерла все корни стаканчики убрала сейчас я хочу промыть корневую я набрала водички мисочку и вот беру сюда препараты его положила вот этот препарат как обычно аж без 101 японского производства и капаю одну капельку и погружаю орхидею сейчас поправлю ее надо палочку убрать не дает чтобы опустилась ниже я думаю ее нужно было пересадить так бы она зачахла вовсе немножко постоит в этом препарате корни напитаются и посадим ее новым способом эксперимент это всегда хорошо но интересно у всех растет а почему у меня не должна она попробовать вырасти в этом пеностекле может как раз ей будет хорошо удачно пока она здесь стоит я протру инструмент спиртом смочила медицински и протерла теперь обрежу ей все это гнилое посмотрите ну зачем это оставлять наверняка не нужно она аж вот дышит запахи пошли сейчас по обрезаю ее все покажу что осталось вот я обрезала кое-какое количество корней много я не обрезала вот чуть-чуть она постояла немного у меня в этом препарате эти корни я оставила можно было бы эти срезать но не могу же я ее лишить полностью без корней низ корней он зелененький пусть немножко побудет если сами отсохнут значит загниют значит срежу теперь вот эти листочки снять желательно видите под листочками чернота нижние листочки желательно снимать видите мне нравится мне что оно такое черненькое будем наблюдать зачистим но здесь вроде бы все в порядке сейчас с этой стороны еще вот этот листочек самый маленький срежем он легко снимается а под листочком хочу вам показать что я увидела смотрите новенький росточек не знаю или корешочек сиреневый или цветоносик скорее всего цветоносик значит она хочет жить этот листочек бы снять но я не буду он тверденький у него все хорошо тургор хороший сейчас будем сажать в пеностекло больше я ее держать в этом препарате не буду я считаю что это достаточно вот горшочек с автополивом я его отклеила промыла здесь была наклеечка так вплотную наклеена я не могла открыть потом промыла смотрите помещаю свою орхидею вот так и будем засыпать пеностекло что это за пеностекло я не знаю на пензу похоже ну посмотрим как ей будет здесь удачно расти или неудачно я просто ее поместила по центру горшочка и засыпаю я думаю хватит этого пеностекло я один купила для пробы не знаю мои орхидеи в таком никогда не росли будет ей хорошо не будет если будет хорошо в принципе орхидеи все равно где расти они же эпифиты они корнями только должны цепляться за дерево и тогда они растут так что пеностекло им тоже должно подойти моей орхидеи черная красавица здесь еще немножко положу поливать я ее сегодня не буду так как она у меня постояла в препарате полью я ее наверное через дня три посмотрю по мере по цвету корней смотрите как раз этого кулечка хватило на эту упаковку на эту орхидеечку сейчас палочку надо ее зафиксировать потому что цветонос очень длинный чтобы она не выпала новый вид посадки это для меня очень интересно за ней буду наблюдать вам все покажу как она будет чувствовать себя в этом новом субстрате не субстрат искусственные камни но не важно но для меня это новое мои орхидеи еще в таком никогда не росли не знаю если у кого то растут орхидейки в таком пеностекле напишите мне как вы за ними ухаживаете что вы с ними делаете как часто нужно поливать потому что это для меня новинка а если кому интересно как у меня будет расти эта орхидейка пожалуйста наблюдайте следите за моими видео я ее ставлю на ее привычное место где она у меня росла ее купила на новый год даже до нового года видите какая красавица как такую орхидейку можно было довести до такого состояния так что мои дорогие при покупке орхидей первым делом желательно вынимайте этот торфяной стаканчик кокосовый какой они там стоят смочалок каких то и будет вашим орхидейкам все хорошо сегодня была пересадка черной орхидеи в пеностекло затем замена мха в этой реанимашечке на свежий мух более сухой сильно увлажнила будем следить и наблюдать за моими орхидейками вместе с вами спасибо всем за внимание хорошего вам дня всем удачи всем пока спасибо 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 спасибо